20 лет занимаюсь этой работой. Цель моя — помочь желающим получить убежище в Соединённых Штатах, получить от них максимальное количество информации, которое содержится в их сознании. Почти все люди смотрят телевизор, выходят на улицу, участвуют в каких-то демонстрациях и так далее, и так далее. И всё это содержится в сознании. Но на первый взгляд кажется, что этого нет. И когда начинаешь опрасывать по технологии, то есть первый поток, второй поток, третий поток и нулевой поток, когда сам человек себе что-то делал, тогда информации очень много. Обычно 20-30 эпизодов всегда набирается. Всегда набирается. Так что не сомневайтесь в том, что у вас эти случаи есть. Да, это очень важно. Эти потоки помогают нам определиться с направлением вашего кейса. Вы знаете, что их как отменим 3. А также помогают нам понять вашу психологию, вашу структуру. И, соответственно, помогать вам и в собеседовании, да, то есть помощь подготовки к интервью. И помощь Александра, она незаменима. Я ещё хочу уточнять один момент. Поток норм самый важный. Когда люди смотрят телевизор, когда люди смотрят на своих родственников, смотрят на окружение, на свою страну и никак не могут понять, почему им плохо и почему не хотят уехать. Александр в этом помогает, даёт нам эту информацию. И это является самым главным фундаментом кейса. Потому что не бывает людей, которые просят убежище, которые решили это сделать месяц назад. Это в течение жизни. Конечно, прямо с раннего детства. И обычно большинство людей считает, что у них нет информации. Но когда начинаешь копать серьёзно, то достаётся очень много информации. Какое у нас время? Сколько у нас сейчас времени? И сейчас времени 9 часов 59 минут. Как раз сейчас должны мне звонить. У нас 10 часов клиент. Мы будем сейчас поддемонстрировать, как его опрашивает Александр, как начинается работа. Этот клиент у нас находится в совершенно другом городе. Для того, чтобы ему не приезжать в Москву и не приезжать в наш офис, мы сделали такую вот скай-конференцию, чтобы Александр собрал с него. Собрал с него как раз таки. Вот и звонок. Вот и звонок. Так как информация конституционная, кейсы работают с личными данными, мы не можем слышать этот разговор. Вот. Мы не можем слышать этот разговор. Здравствуйте. Александр сейчас задаст пару вопросов, и мы благополучно попрощаемся.